В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Шератон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В России пик безработицы придется на первый квартал 2023 года. Без работы останется более 5% трудоспособного населения. Это следует из экономического прогноза Минэкономразвития страны на 2023-2025 годы. В данный момент число безработных составляет чуть менее 4% от всей рабочей силы. Это исторический минимум. Однако в следующем году Минэк ожидает продолжение роста безработицы. Связано это со сворачиванием инвестиционных проектов и последующим сокращением персонала. Затем вновь ожидается снижение до 4,5% до 2025 года. Эксперты считают, что безработица будет носить ярко выраженный территориальный характер. Связывают это сочетание дефицита в рабочей силе в одних отраслях и регионах с безработицей в других секторах и регионах. Такая же проблема существует и по нашей республике, потому что мы тоже вывозили на экспорт лес. Ну и также это связано с другими отраслями. У нас присутствуют предприятия, которые связаны в том числе и с автопромом, ну и другие предприятия, которые на самом деле на сегодняшний день ищут с потерей, так скажем, западных покупателей, ищут другие регионы других покупателей. Ранее о неравномерном росте безработицы говорилось в майском исследовании Центра стратегических инициатив. По данным центров, в 63 регионах ожидается существенный прирост. Это безработица. Эксперты отметили, что сильнее всего пострадают города, где наибольший вклад в экономику вносит автопром, лесная промышленность, полиграфия и печать. Житель Белорецка незаконно вывез 2000 кубометров древесины за рубеж. Используя предложенные таможенные документы, он экспортировал ее в Узбекистан. Стоимость лесоматериалов составила свыше 10,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление ФСБ России по Башкортостану. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов и Минлесхоза республики установили, что злоумышленник скупал незаконно добытые лесоматериалы и распиливал на своей лесопилке. Осознавая, что древесина относится к стратегически важным ресурсам и подлежит таможенному декларированию, он внес недостоверные данные в единую государственно автоматизированную информсистему. По указанным фактам в отношении жителей города Белорецк, Следственными органами возбуждены 9 уголовных дел по части 1 статьи 226 прим. 1 УК РФ. Контрабанда стратегически важных ресурсов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Вместе с тем экспорт пиломатериала в России на фоне санкций Евросоюза сократился на 4%. Спад поставок наблюдается в такие страны, как Гонконг, Великобритания и Болгария. А вот Сингапур, Китай, Таджикистан и Япония и другие страны, напротив, наращивают объем ввоза российских пиломатериалов. Поставки круглого леса за границу упали в два раза с 8 миллионов кубометров до 4 миллионов. Напомню, с января этого года введен запрет на вывоз необработанной древесины. Первое заседание суда прошло по делу эксглав МинжКХ и Минстроя Бориса Беляева и Рамзиля Кучербаева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как установлено следствием, в 2017 году они незаконно ввели в эксплуатацию очистные сооружения в Кумертау. Действие повлекло нарушение прав жителей на благоприятную окружающую среду, водоотведение, остановку производственного процесса и необходимость привлечения дополнительных средств. Бюджет региона был причинен ущерб на сумму 95 миллионов рублей. Борис Беляев тогда был мэром города, главой администрации, а Рамзиль Кучербаев – начальником управления капитального строительства. В настоящее время они находятся в СИЗО. Росфинмониторинг предлагает ограничивать переводы без открытия счета до 60 тысяч рублей. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, который внесет коррективы в антиотмывочные законы и в национальную платежную систему. На данный момент Центральный банк прорабатывает инициативу. Также надзорное ведомство предлагает отмене и для банков возможность самостоятельно заполнять расчетные документы плательщиков, в том числе с использованием данных, предоставленных клиентами и системой распознавания личности. В законопроекте есть и послабление. Физлиц не будут обязывать указывать прописку при переводах до 100 тысяч рублей. Представители рынка встретили ограничительную инициативу неоднозначной и предложили другой предел перевода – 600 тысяч рублей. По их мнению, такой порог затронет относительно небольшое число клиентов и не приведет к повышению издержек банков. Предложения, инициированные Росфаренторингом, однозначно в будущем могут привести к росту издержек участников рынка, банков, национальной платежной системы и населения. При этом необходимо отметить, что к проекту данного изменения отсутствует какая-либо пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений. Ранее Центральный банк не поддержал введение дополнительного подтверждения переводов свыше 10 тысяч рублей. Инициативу предлагали представители экспертного совета по защите прав потребителей и услуг в качестве новой меры борьбы с мошенниками. И новый придорожный комплекс построят в Башкортостане на федеральной трассе М5 «Урал». Соглашение о реализации масштабного проекта подписали региональный менторг и компания «Байтуган». Земельный участок инвестору выделят без торгов, сообщает прислужба правительства. В строительство компания вложит 58 миллионов рублей. Комплекс будет включать в себя кафе, гостиницу, станцию техобслуживания, автостоянку и мини-маркет. Возвести его планируют до 2025 года. Работой будут обеспечены 23 человека. Напомню, объекты придорожного сервиса могут войти в перечень приоритетных при инвестициях от 50 миллионов рублей для проекта вдоль федеральных автодорог. От 20 миллионов для дорог регионального, местного и межмуниципального значений для районов Северо-Востока, Республики и Зауралия минимальный порог 10 миллионов рублей. На сегодня в проработке Минторга находятся 83 инвестпроекта, претендующих на меры господдержки. Их общий объем инвестиций достигает 10 миллионов рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.